В результате подрыва выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, которые поставляют электроэнергию в Крым. По неофициальным данным, на остальных двух линиях также были произведены взрывы опор, однако они не упали. Больше о том, что происходит на административной границе с Крымом, сейчас поговорим с координатором гражданской блокады Крыма, Ленуром Ислямовым, он с нами на связи. Господин Ислямов, здравствуйте. Да, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о взрывах? Я только что сейчас нахожусь как раз между Казанчиком и Чапынкой, и вот там, где находятся все три линии, которые идут на Крым, это армянская линия, Каховская-Джанкой, Каховская-Отроск-Джанкой. И все на всех своих линиях повреждения, одна линия висит, то есть висит вместе с проводами на земле, потому что она лежит, а те линии, которые Каховская-Джанкой, Каховская-Отроск, они держатся на соплях, потому что они полностью перемещены со своих опор, они просто перемещены и встали, держатся на проводах. Просто на проводах. Мы, как и говорили вот несколько дней назад о том, что, потому что здесь напряжение росло, и мы говорили о том, что все-таки Влада должна все-таки перестать поставлять электроэнергию в Крым, это должна сделать именно власть, мы уже не один месяц об этом говорим. Влад все обещала, что она рассмотрит этот вариант. Мы здесь с дозорами ходили каждый день, мы об этом говорили в эфире, многих телекомпаний говорили о том, что мы охраняем эти столбы, чтобы не было никаких вопросов о том, что мы подорвали, что-то еще сделали. И поэтому здесь, естественно, мы сняли дозоры несколько дней назад, мы сняли все дозоры, перестали их охранять. И, естественно, это всем известно стало, и это мог сделать кто угодно, это как сторонники наши, так и враги наши могли сделать, чтобы нас каким-то образом не скринтировать. То есть у вас нет понимания, кто это сделал? Нет, конечно, у нас понимания нет, потому что мы не следственные органы, не понимаем дознание, которое должно быть. По вашим данным, продолжается ли энергоснабжение Крыма и в каком объеме? По двум столбам, которые упали, это армянская линия, которая идет на завод Фискуша, там ноль, по линии, которая Мелитополь-Джанкой, ноль, получается, а по Каховка-Джанкой, Каховка-Островск, они идут в полном объеме, они работают, хотя они полностью на соплях, чтобы понимали, они держатся, ну не только на честном слове, они держатся просто на проводах, которые идут сверху. И Украинерго, я с ним разговаривал, с Кевальчиком, он говорил, у нас нет команды их отключать. То есть вот здесь вот полно-полно граждан Украины, мы здесь находимся, нас здесь очень много. Я вот прям сейчас стою под столбом, где как раз вот он, пройден подрыв. Вот, и Украинерго с ним отключается. То есть мы, в связи с этим, мы уже не раз это видим, потому что мы понимаем, насколько... Вот сегодня будет пресс-конференция, насколько я слышал, Мустафа Джемилева. Он сегодня будет обнародовать несколько пунктов с этого контракта, по которому мы, так называемый, ведем бизнес с Крымом, с оккупационной властью. Я просто не хочу и заранее обручивать, Мустафа Джемилев, сейчас об этом расскажет, Мустафа Га. Послушайте, вам тоже будет очень интересно. И я думаю, что всем гражданам Украины будет очень интересно. Хорошо. Спасибо большое. Еще раз, если можно, уточните, в котором часу будет пресс-конференция? Я так понял, что через час, буквально через полтора часа. Спасибо. И, Ленур, еще хотел уточнить у вас, какая сейчас ситуация на Мингранице и продолжается ли товарная блокада? Да, конечно. Блокада продолжается, все, ни один груз не проходит. Все, что мы делаем, мы закрыли любую поставку. Не пытался ли с вами выйти на связь оккупационная власть с просьбами или требованиями снять блокаду? Мы, насколько поняли, даже российская оккупационная власть готова просить долг Украине, чтобы только сняли эту блокаду. Спасибо большое за информацию. С нами общался Алина Руслямов, координатор гражданской блокады Крыма.